Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Приветствую вас в очень красивом магазине New Face, находится Ваба на Терме, оставлю также контакты магазина. Здесь неоднократно я совершала очень красивые примерки новых коллекций. Сегодня я пришла не примерять, а просто сделать обзор и снимать то, что на мой взгляд кажется красивым, новым, но я не удержалась. Очень много красивой одежды, какие-то вещи я примерила, но обо всем по порядку. Итак, я заметила и уже рассказывала вам, что так называемая дутая обувь, либо обувь с дутыми элементами, они могут присутствовать и в виде ремешков, и в виде подошвы. Посмотрите, как интересно! Это действительно что-то новое, чего мы с вами в прошлых сезонах не видели. Я вообще подобные обуви не встречала ни разу за всю свою фэшн-жизнь сознательную. Такой обуви не помню, и, по всей видимости, она будет предложена нам очень многими магазинами, потому что уже на витринах действительно подобной обуви много. Сандалии рыбака, вот они, украшены в этом сезоне, и, по всей видимости, тоже будут популярны. Подобные сандалии неплохо, на мой взгляд, смотрятся с брючным костюмом и делают действительно привычный брючный костюм более модным. Я много раз обращала ваше внимание, что именно остромодная обувь может превратить даже не очень модный ансамбль из не очень модной одежды действительно в нечто очень и очень трендовое. По поводу сумок уже рассказывала. Вам очень много появилось вот таких сумок, как будто бы из брезента. Чаще всего они выглядят как большая косметичка, их отличает как раз-таки очень немаленький размер. Они в руках похожи действительно на сумку-подушку. Ремешок, чтобы носить подобную сумку на плече, может присутствовать, а может и отсутствовать. Тогда действительно эта сумка похожа на большой клатч. В силу того, что эти сумки вместительные, в силу того, что это что-то новое, чего мы с вами давно не видели, я думаю, эти сумки понравятся очень многим. Ну что ж, снова обувь с дутыми элементами. Как вы видите, эти элементы могут присутствовать на самой разной обуви. Это может быть обувь на каблуке, обувь на танкетке, это может быть обувь на так называемом плоском ходу. Действительно, если говорить об обуви, о тенденциях, новым является именно обувь с дутыми элементами. Сегодня я спросила у хозяйки этого магазина, как она могла бы охарактеризовать новый сезон. И она сказала, мы красивые, но одеты удобно. Это действительно очень похоже на правду, потому что в этом сезоне, помимо того, что появилось очень много узкого силуэта, и, кстати, по поводу силуэта я тоже спросила, она сказала, что прямо две противоположности. Либо оверсайз, либо очень узкий силуэт. Вот действительно, то, что мы с вами уже заметили на витринах и из обзоров из других магазинов, это очень узкий силуэт. Это прежде всего, по всей видимости, триумфальный возврат женского жакета. Он узкий, и он укороченный. Так вот, можно говорить о том, что все эти очень женственные вещи в самой обычной жизни мы будем с вами смешивать с вещами достаточно повседневными и даже спортивными. Очень много спортивных костюмов, брюки могут быть вот такие широкие, как сейчас на мне. Я сегодня не планировала снимать, не была подготовлена для съемки, но, повторюсь, увидела очень много красивых вещей. Например, вот такие пиджаки всегда мне нравились. Посмотрите, практически можно говорить о том, что это прямой крой, очень красивые цвета. Сейчас в этом сезоне действительно можно пополнить свой гардероб удивительными цветами. Кстати, справа юбка, которая очень похожа на ту юбку и по цвету, и по фасону, которая была долгое время у меня на фотографии на аватарке канала. И эта юбка висела рядом со свитшотом. Нам намекают, что, действительно, подобная юбка-карандаш, очень женственная и классическая, будет хорошо смотреться с такой спортивной вещью, как свитшот. На самом деле, если говорить о повседневной моде, то не будете смешивать именно вот такие классические вещи, практически из офисного гардероба. Кстати, скоро выйдет моя подборка, как можно выглядеть в офисе и как эти же самые образы и одежду адаптировать для повседневной жизни. Так вот, можно со всей уверенностью говорить, что очень классические вещи, вещи, которые могли бы служить нам хорошей базой для дресс-кода. Они легко миксуются в этом сезоне с совершенно спортивными вещами, но отличительная особенность, допустим, спортивных костюмов, как я уже говорила в прямом эфире, это их цвет. Это не просто черный цвет, либо серый цвет спортивного костюма. Как правило, это не обычный цвет пастельный, либо это яркий цвет. Ну что ж, абсолютное новшество, тенденция этого сезона, это укороченные кожаные куртки. При этом эти куртки могут быть, как вы видите, совершенно разного фасона. Наверное, самый нераспространенный фасон, это мой любимый бомбер, который абсолютно ко всему подходит. У меня уже была возможность примерить подобные куртки. Честно, я мерила их неохотно. Мне казалось, что эти вещи мне не очень подойдут, но слишком они обтягивают. Кстати, посмотрите, укороченных вещей в этом сезоне очень много. По поводу посадки брюк есть и заниженная талия, она уже появляется, но чаще всего все-таки это средняя высокая посадка. Так вот, по поводу подобных курточек. У меня была такая, я совершенно случайно вспомнила, она была розового цвета и примерно такого фасона, как зеленая сейчас на ваших экранах. То есть фасон, как я бы сейчас сказала, достаточно невнятный, но эта куртка потрясающе меня украшала. Она, при всем при том, что не была облегающей, она очень хорошо стройнила. И, по всей видимости, когда я примерила куртки подобные снова, я поняла, что дело как раз-таки в пропорциях. Эти короткие куртки, они очень и очень красиво распределяют пропорции в ансамбле. То есть у нас укороченный верх, это примерно 30%, и удлиненный низ, это примерно 70%, если в особенности мы носим модные в этом сезоне брюки палаццо. Они до сих пор не теряют своей популярности. Кстати, там могут быть и широкие джинсы. При этом любая кожаная куртка, как и вообще изделия из кожи, но если говорить об укороченных вариантах, это вещь, которая будет структурировать наш образ, собирать нам силуэт, потому что материал достаточно жесткий. С одной стороны эластичный, потому что все-таки это натуральный материал, но с другой стороны, конечно же, не такой эластичный, как, допустим, куртка сшита из ткани и сама ткань. Кожаные плащи и тренчи, но скорее именно плащи, абсолютный тренд этого сезона. Посмотрите, бахрома не теряет своей популярности, это здорово. Бахрома очень красиво и эффектно смотрится в движении. Полюбите бахрому своим фэшн-сердцем, приобретите хотя бы одну вещь с бахромой, не обязательно, пусть это будет одежда, это может быть в том числе и аксессуар. Чаще всего для самых несмелых, но решившихся на бахрому подойдет сумка. Сумка, украшенная бахромой, в движении будет смотреться очень красиво. Пояс, который прилагается к этому плащу, мне не подошел, поэтому если бы я приобрела себе такой плащ, я бы носила пояс именно как шарф, возможно, как галстук. Такой шоколадный коричневый будет красиво смотреться, с модным в этом сезоне ментоловым мятным цветом. При этом мятный может быть совсем светлый, а может быть вот таким, больше похожим на коричневый. Ну что ж, обувь, по всей видимости, окончательно и бесповоротно стала остроносой. В этом сезоне очень много оранжевой обуви, очень популярен, конечно же, анималистичный принт, он присутствует в аксессуарах, также в одежде. И большое количество обуви цвета металлик, она с легким загаром, либо с интенсивным загаром смотрится в особенности интересно. Обратите внимание на такой аксессуар, как сумка золотистого, серебристого, либо медного цвета. Сумки в этих цветах летом смотрятся в особенности эффектно, сочетаются с любым по цвету ансамблем, с любой фактурой, как с сольном смотрится хорошо, так и с хлопковыми вещами. Ну что ж, традиционная обувь для Италии это вот такие укороченные полусапожки, которые, внимание, мы не носим весной здесь в Италии, мы носим их именно летом, с короткими платьями, чаще всего с мини, но также и с удлиненными вариантами. Тоже подобная обувь смотрится хорошо, итальянки ее очень любят. Кроссовки традиционно блестят и переливаются уже из сезона в сезон, сколько я наблюдаю за обувью, сколько я ее показываю, можно сказать, что здесь в принципе ничего не меняется. Анималистичный принт, вставки, точнее с анималистичным принтом очень популярны, вставки, которые блестят, переливаются, также очень популярны. Очень много так называемой состаренной обуви, то есть как будто бы она уже испачкана, как будто бы ее уже поносили. И этот тренд, он тоже зародился примерно лет 10 тому назад, когда, по всей видимости, модницы стали содержать белую обувь в идеальной чистоте, в итоге стали выпускать на злобу дня обувь уже слегка испачкавшуюся. И вот так она выглядит, как на ваших экранах, как будто бы уже поношенная. Очень много мюли. Вот как раз таки мюли на каблуке чаще всего без, это тоже особенность, если говорить об обуви в этом сезоне. Летние сапоги выполнены из точно такой же кожи, в них ничуть не меньше жарко, чем в обычных сапогах, если надевать их летом, но они выполнены, как правило, из замши, и замша все-таки светлых цветов. Гладиаторские сандалии очень популярны в Италии, любимы на протяжении многих сезонов. Опять же, сколько живу, вижу, что итальянки носят подобные сандалии с удовольствием, и действительно, они смотрятся очень эффектно на ноге, могут быть на шнуровке, могут имитировать шнуровку и застегиваться, как правило, сзади на молнии. От себя могу добавить, что лучше покупать сандалии, подобные на молнии. Молния не очень аккуратно выглядит, часто она выглядит слишком громоздко, но шнурки постоянно развязываются, и фактически подобные сандалии на шнурках не всегда удобно носить. Фельпы, худи и также свитшоты, это наше все в этом сезоне. Если вдруг нам хочется чуть большего удобства, носим подобный верх с достаточно классическим низом, это прежде всего юбка-карандаш, либо брюки классического кроя, допустим, со стрелкой, но ширина, в данном случае может быть любой. Очень красиво смотрятся худи с широкими брюками в том числе, худи очень много. По всей видимости, в этом сезоне летом мы увидим большое количество микро-шорт из денима. И некая особенность новых коллекций, если говорить о брюках и в особенности о джинсах, это вот такие небольшие карманы именно спереди. Удивительно, но многие марки подобный карман предложили, на мой взгляд, это не всегда может удачно смотреться, потому что добавляет объема в районе живота. Будете примерять подобные брюки с карманами спереди, такими маленькими накладными. Обратите внимание на то, как изделие, в данном случае джинсы, смотрятся на вас в профиль. Джинсовые куртки однозначно стали узкими и короткими. Повторюсь, укороченная одежда, практически версия кроп, это то, что очень популярно в этом сезоне. В этом сезоне, кстати, очень много одежды с коротким рукавом. Это пиджаки с коротким рукавом, это джинсовые куртки с коротким рукавом. И это нечто среднее между жилетами, которые были популярны в прошлом сезоне, до сих пор популярны, многие марки их предложили, и между так называемым рукавом длинным, классическая длина, либо три четверти. Ну что ж, не удержалась я и примерила точно такой же пиджак, но в красивом коралловом цвете, который я мерила в самом начале этого видео в синем цвете. Посмотрите, какая красивая подкладка. Вообще, кстати, внутренняя часть изделий, это именно куртки и также пиджаки, это отдельная история в этом сезоне. Очень многие постарались, чтобы с изнанки изделие выглядело так же красиво, как и с лицевой части. Вот такие брюки, они всегда популярны в Италии, их очень многие носят, они всегда предлагаются, и они шикарно смотрятся в движении. На самом деле, эти брюки напоминают те, что сейчас на мне, широкие, и из-за того, что ткань легче, она будет лучше смотреться, она будет больше струиться, поэтому присмотритесь к подобным брюкам. Вверх может быть любой от рубашки до футболки, и свитер подойдет хлопковый, либо льняной. На самом деле, эти брюки достаточно легко компонуются при кажущейся их сложности. Ну что ж, кожаная куртка, снова укороченный вариант. Посмотрите, кажется, что размер очень маленький, но это 42 размер, я примерю, и действительно, куртка скорее кажется маленькой, чем является маленькой. Это вот опять же отличительная особенность этого сезона. Очень многие вещи непривычно малы, нам кажется, что они и нам будут малы, хотя на этикетке написан, допустим, наш размер. Действительно, после тотального оверсайза и большого количества длинных вещей, прямого кроя, подобные куртки смотрятся удивительно мило. Ну что ж, мои прекрасные зрители, можно сказать, что как никогда мы имеем возможность достать свои вещи, которые, возможно, уже давно не носили, потому что и смотрелись они не очень актуально, и устали мы от них. Я лично достала пальто, которое вы обязательно увидите в моем еженедельном лукбуке, оно очень узкое, плечи узкие, приталенные, и в нем я себя почувствовала супермодной. Вы также можете поступить со своими вещами, это прежде всего жакеты, укороченные пиджаки, укороченные приталенные пиджаки, кожаные куртки, как вы видите, стали короткими и узкими. Все это вы можете использовать, либо купить что-то новое для себя, потому что все это модно, все это в тренде. Хочется отдельно сказать о двухбортных пиджаках, которые очень напоминают бушлат. Этот вид одежды может являться чем-то похожим на пиджак, но может быть так и полноценной верхней одежды. И этот вид одежды бушлат является универсальным в плане компоновки, действительно подходит ко всему, вне зависимости от длины цвета, вне зависимости от цвета фурнитуры, то есть пуговицы могут быть золотыми, либо серебряными. Вот действительно подо все подходит, не зря француженки так любят именно этот вид одежды, чаще всего все-таки это пальто. Я примеряю подобно, он выполнен из денима, кстати, из денима тренча, из денима плащи, из денима пиджаки, это тоже тренд. Из денима в этом сезоне были выполнены очень многие вещи, которые традиционно из этой ткани не шьются. Посмотрите, я одета в простые брюки, я на самом деле сегодня не планировала снимать, эти брюки совершенно не фотогеничны, так же, как и свитер, летучая мышь не под каждую одежду хорошо ложится, но тем не менее, тем не менее, бушлат, повторюсь, универсальная вещь и очень красиво смотрится абсолютно с любым низом, с любыми брюками и с любой юбкой. Ну что ж, на сегодня это все, я с вами прощаюсь, сердечно благодарю магазин Роману за гостеприимство, сюда я обязательно вернусь в ближайшее время для того, чтобы примерить все то, что я вам показала. Если какие-то вещи в примерке вам интересны особенно, дайте мне знать. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!